Сегодня день энергетика. Люди, которые стремятся обеспечить бесперебойное электроснабжение домов, заводов и социальных объектов, отмечают свой профессиональный праздник. В этом году энергетикам пришлось работать в очень непростых условиях. Заморозка тарифов, секвестирование инвестиционных программ, снижение платежеспособности. Все это негативно сказывалось на развитии отрасли. Но трудности удалось преодолеть. Удалось реализовать все намеченные планы. В республике отремонтировано более тысячи километров сетей. Заменено оборудование на 25 подстанциях. Вот за последние, можно сказать, 25 лет вообще энергетический комплекс сделал революцию, можно сказать, в кавычках. И практически и автоматика другая, и защита другая. И с точки зрения безопасности для работников этой отрасли совсем другой уровень работы. Сейчас современный объект возводят и в микрорайоне Богданка. В ближайшие годы многоквартирные дома и социальные объекты электричеством там будут снабжать автоматизированный комплекс. Презентовали гостям инновационную систему мониторинга аварий. Сообщения о неполадках в сети моментально высвечиваются на экране. Диспетчеры отчетливо увидят, насколько серьезно пострадало оборудование и куда именно необходимо приехать ремонтной бригаде. Вот то, что мы с вами видели в центре управления сетями, это дистанционный доступ. Мы можем осматривать то, что у них там находится. Дистанционно можно смотреть. Без разницы, где можно такое поставить. В Цивинске, в Канашей, в Канашей, в Канашей, где угодно. Дистанционно можно смотреть. Не обязательно там находиться. Конечно же, не могли на собрании не вспомнить и о слаженной работе энергетиков во время устранения последствий ледяного дождя. Специалистам удалось восстановить электроснабжение населенных пунктов за неделю. Природная стихия испытала службу на прочность, но на помощь чувашским коллегам приезжали и специалисты из других регионов. Лучшим работникам сегодня вручали награды. Алексей Андреев, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.